Здравствуйте, я постоянно болею, скажите, что я делаю неправильно, прохожу все марафоны и семинары. Есть два типа, есть три типа заболеваний. Согласно тибетской медицине, человек болеет тремя типами заболеваний. Первые заболевания возникают у человека в тот момент, когда на него что-то воздействует экзогенно. Это его раздражители, то есть когда он раздражается на окружающий мир, его все время что-то бесит. Также он пьет нечистую воду, а тибетцы говорили, пейте теплую воду обязательно, чтобы она была предварительно прокипяченой. Знаете это правило, кипяти семь, кипяти там что-то, там кипяти. Там у тибетцев есть даже стих такой, буквально звучит так. Кипяти семь часов, пей ее семь дней и после этого уже не пей. И пей ее теплой, и это все как-то там в виде стиха. Ну и вот считается, что кипячение семь часов воды и потом питье такой воды на протяжении семи дней помогает человеку выздороветь, наполняет его, излечивает от ряда заболеваний. Но такую воду нужно пить еще и чуть-чуть подогретой. Утром или вечером не имеет значения, не знаю в чем принцип, но могу сказать, что правда работает. Второй вариант, который звучит так, старение. Мы обязательно стареем и старение, оно связано у нас с уменьшением усвоения и выведения, усвоения кислорода и выведения токсических веществ. И каким образом это все необходимо делать? Там я давал практику, она называется практика, их несколько. Одна из них называется, допустим, есть дыхание по патрулу Далкару, когда человек должен дышать каждый день. Вот если бы вы дышали 90 дней подряд, то вы бы сейчас не говорили, что я всем болею. И третье, очень частое явление, измените отношение к пище. Каким образом изменить отношение к пище? Когда человек болеет, он должен знать, что смотрите. В случае, если у человека очень худое тело и человек истощен, то человеку нужно больше масел, жиров и белков. Углеводов меньше. Если человек нервный, то углеводов больше. Если человек, допустим, если человек уставший все время, то тогда жиров и углеводов тоже больше необходимо принимать. А так вообще по многим вот этим проблемам я дал целые системы. На одном из марафонов я давал систему, она называется система ВУСИН или коды ВУСИН. И я даже во время этого марафона показывал, как их практиковать. И засекал время. И говорил, что если читать вот эти 14 или 20 кодов ВУСИН, друг за другом они там по 7 штук в пачечке, по 7 раз. Это занимает 4 минуты. Я говорил, если 4 минуты каждый день посвящать чтению вот этих кодов ВУСИН, то на протяжении года вы вылечитесь от 129 первопричин всех заболеваний. От позвоночника заканчивая нервной системой. Скажите, вы это делали? А ведь это только 5 минут. 5 минут в день. 5 минут в день. Это же панацея. А я прошла и я прошла. А 5 минут в день вы уделяете этому? Нет, я знаю это на 100%. А как вы используете то, что вы прошли? Ответ такой. Ну никак. Ну что ж. Если сбилось при чтении мантры, идите на первую ступень. Если не смогу быть в прямом эфире на методе проектор, можно будет пройти в записи. Да.